Город Хива в преддверии всеми любимого праздника Навруст пополнился еще одним важным объектом туристической инфраструктуры. В целях создания дополнительных удобств для туристов, гостей и жителей области акционерным обществом Узбекистан Темар Юлара сдана в эксплуатацию современная гостиница. Первыми ее комфорт могли оценить наши коллеги в ходе организованного медиатура. В целях развития туризма в Узбекистане и в частности в Ургенче была проведена 34-километровая железная дорога, связующая теперь поезд от Бухары до Хивы, стал удобным передвижением для гостей нашей страны. Также была сдана в эксплуатацию современная гостиница в древнем городе Хива, в которой расположен 41 номер различных классов обслуживания. Двухэтажная гостиница построена в национальном стиле. Элементы древнего зодчества отражают своеобразный восточный колорит данного региона. Кроме того, здание оснащено современными техническими устройствами. Ну а для удобства туристов оно возведено рядом с железнодорожным вокзалом. Впервые в Хиве. Первые впечатления. Первые впечатления замечательные. Тот долгий путь из Ташкента, который был на поезде, окупает себя с первых же шагов в Хиве. Гостиница Хива Локаломотив нам очень понравилась. Комфортабельные номера, все чистенько, новенькое, красиво, широкие комнаты, все оборудовано. Хива. Город-музей под открытым небом. Чтобы пройтись по настоящей восточной сказке, то есть среди вымощенных камней переулков, ведущих к мандресе с похожей на кружева мозаики, с шершавых древних стен вы попадаете во внутрь крепости Ичан-Кала. У нас в стране вот такой красивый весенний праздник Навруз. Мы собрались и совершили экскурсию по туристическому нашему городу. Всем хорошего настроения, всех поздравляем с праздником. Кроме того, усилиями железнодорожников на территории между историческими частями города ожидается строительство еще двух гостиниц. Ускоренными темпами ведется возведение нового парка для отдыха Хива Локаломотив. Здесь установят современные аттракционы, музыкальные фонтаны. Туристический интерес к нашей стране все возрастает, особенно в преддверии весеннего праздника Навруз. Ведь это прекрасный повод провести праздничные дни и ознакомиться с достопримечательностями древних городов.